Нас рада уже вынесло одно предупреждение каналу TVI за то, что они показали какую-то речь Путина, и вот тут я категорически... Это эспрессо, да, эспрессо, да, эспрессо. Спасибо, что поправили. Я помню, когда была война с Иваком, я как раз был в Америке. Не какую-то речь, это было полуторачаса войти, Сергей. Я был в Америке, и вы знаете, что все американские каналы до единого показали в прямом эфире речь Саддама Хусейна. Потому что американцам было же интересно, что скажет человек, с которым мы воюем. Если наша нацрада считает, что в Америке не разбираются в демократии и в свободе телевидения, они молодцы. У нас был очень классный пункт про то, что я не хочу, чтобы было как в России. Позвонил мне как-то из России, если помните, беглый депутат Марков. Я не знал, нахрена они это делают, мне перечиско звонят депутаты и говорят, а как я смотрелся. Я впервые за 8 лет посмотрел российский канал. Слушайте, цены просто щепленя в виду Сиги. И я увидел на российском канале уровень дискуссий. Значит, там две полярные точки зрения. Полярные, там два полюса. Первая, значит, первая полярная точка зрения. Одни говорят, мы любим Путина до потери пульса. Мы считаем, что его зад надо вылизывать сначала круговыми движениями. Но есть противоположная точка зрения на российском телевидении, абсолютно отличающаяся от этой. Они говорят, вот эти первые, они лгуны, негодяи. Они имитируют оргазм любви к России. Потому что настоящий позвонник Путина, вылизывая его задницу, обязан проникать языком в прямую кишку. Потому что всегда есть опасность. Оправдывая тем, что у нас война. Тем, что у нас какие-то серьезные проблемы. Начать просто подрезать кому-то язык. Я вам скажу честно, на себе. Вот я перестал в последнее время смотреть Пятый канал. Почему? Нет, я ни в коем случае не обвиняю Порошенко в том, что он как-то корректирует. Просто я хочу, чтобы канал был нейтральным. Я его не обижаю, я категорически желаю ему успеха. Но, при том, что, ну пусть он как Берлуско не свят. Но, я хочу, чтобы информация была не такой, как в России. Я всегда смотрю несколько каналов. В том числе Интер. И если, ну в конце концов, на Интере, да, действительно показали Кобзона. Есть на каждом канале, понимаете, право на ошибку какого-то редактора. Но она могла быть, ну, не выспалась. Ну, с бадуна. Ну, там критические дни парень ушел. Она могла что-то провтыкать. Но наказывать за это канал, лишать лицензии нельзя.